Информационный канал продолжает экспертное мнение. Здравствуйте! Сегодня тема разговора коснется в первую очередь получателей пенсии. Поговорим о перерасчете выплат женщинам за детей, рожденных в советское время. И в нашей студии сегодня присутствует заместитель начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда России по Удмуртии Елена Никулина. Здравствуйте! Елена Егоровна! Здравствуйте! Почему именно в августе, совсем недавно возник ажиотаж по поводу перерасчета пенсии? Действительно, начиная с июня 2017 года в наших территориальных органах наблюдается значительный рост количества обращений граждан за перерасчетом. И в основном это женщины, которые имеют детей. На сегодняшний день уже обратилось около 20 тысяч человек и ежедневно по республике принимается до полутора тысяч заявлений о перерасчете. С чем это связано? Ну, напомню, что трудовой стаж, он состоит из периодов работы, за которые начисляются страховые взносы в пенсионный фонд, а также из периодов, в которые человек не работал, но называются не так называемые страховые периоды. То есть, когда взносы не перечисляются, но человек выполняет социально значимые функции. К таким периодам относятся период ухода за инвалидом первой группы, за 80-летним, за ребенком инвалидом, это период прохождения военной службы по призыву, а также это период ухода одного из родителей за ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. И вот эта норма по нестраховым периодам, она, в принципе, была и в ранее действовавшим законодательством. Нюанс заключается в ситуации, когда женщина состояла в трудовых отношениях и имела ребенка до полутора лет. Раньше мы этот период засчитывали как период работы, по умолчанию. Вот сейчас волна обращений в пенсионный фонд связана с тем, что женщины хотят заменить период работы на период ухода, полагая тем самым, что им будет положена прибавка к пенсии. Вот такая норма по перерасчету, она тоже была и в старом законодательстве, но она не пользовалась популярностью, потому что это было невыгодно, как правило, пенсионерам. Расчет производился из стоимости страхового года, который был невысокий. Ну да, это было известно и раньше, два года назад об этом было заявлено. А почему именно сейчас, вот именно в августе? Вот именно сейчас. И вот именно с 2015 года был введен новый порядок расчета пенсии в баллах, когда не страховые периоды тоже стали учитываться в баллах. И вот такой перерасчет по замене, он оказался выгоден для пенсионеров. То есть фактически информация была в открытом доступе, но она никого не волновала, и вот эта целесообразность перерасчета, она никем не оценивалась. А рост обращений граждан мы связываем с тем, что в последнее время в сети интернет размещается не совсем корректная информация, которая гарантирует прибавку женщинам к пенсии, имеющим детей. И в том числе приводятся несуществующие цифры о добавке в размере там 3 тысячи, 5 тысяч рублей за детей, рожденных в СССР, что, конечно, не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. Хочу обратить внимание, что здесь речь идет не о какой-то гарантированной добавке в твердой сумме, а речь идет о перерасчете в связи с заменой периода работы на период ухода. И вот такая замена, она может быть не всегда выгодной для пенсионера и привести к увеличению размера пенсии. И вот такая недостоверная информация, она привела к тому, что увеличилось количество обращений и в клиентские службы, и по телефону, как в целом по Российской Федерации, так эта волна докатилась вот и до Удмуртской Республики. Ваши сотрудники справляются с таким наплывом? Ну, конечно, очень сложно. Мы, во-первых, организовываем дополнительные рабочие места, рассматриваем вопрос об увеличении продолжительности приема, отделение оказывает помощь. Мы проводим выездные приемы в республике. Вот у нас принимали наши специалисты в поселке Новый Воткинского района, в поселке Уральский Сарапольского района. Сегодня в Глазовском районе принимают пенсионеров. То есть как-то пытаемся справиться с этой ситуацией. Елена Егоровна, Вы ранее озвучили условия, в том числе срочную службу в армии. То есть не только женщины могут претендовать на перерасчет? Ну, вот данный ажиотаж, конечно, связан именно с периодом ухода за ребенком. Причем этот период ухода засчитывается одному из родителей. То есть может быть либо папе, либо маме. Вот. Но по призыву эта служба, этот период, он является самостоятельным. И тут, в принципе, замены не происходит. Потому что в этот человек мог, человек не мог заниматься какой-то другой иной деятельностью. А почему тогда прописано в законодательстве? Ну, это такой нестраховой период, который, возможно, тоже выгоднее учесть будет человеку в баллах, нежели через стажевой коэффициент в размере пенсии. Какой пакет документов необходимо подготовить, чтобы его передать в пенсионный фонд? Единожды, да, чтобы потом не ходить по нескольку раз. Ну, перерасчет производится по заявлению пенсионера. То есть ему необходимо прийти лично, либо его может прийти представитель. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, ну, то есть паспорт, а также документы, подтверждающие рождение детей, свидетельство о рождении. И документ, подтверждающий, что дети достигли возраста полутора лет. При этом все документы предоставляются в подлинниках, обращая внимание. Если в свидетельстве о рождении имеется отметка о выдаче паспорта, то больше никаких документов представлять не нужно, потому что это уже подтверждает то, что ребенок достиг возраста полутора лет. Если же в свидетельстве о рождении нет такой отметки, а, как правило, это бывает, когда свидетельство о рождении выдается повторно, то необходимо представить любой другой документ, подтверждающий, что ребенок был жив до полутора лет. То есть это может быть аттестат об окончании школы, диплом, паспорт ребенка, свидетельство о браке, военный билет, СНИЛС, в общем, любой документ, который может представить нам гражданин. А какой крайний срок рождения ребенка? То есть это 1991 год? Ну, здесь не ограничен. Ну, советским периодом? Нет, советским периодом, как это почему-то освещается в средствах, в сетях интернет и в средствах массовой информации, не ограничен год рождения ребенка. Советским периодом. А, и постсоветский период, и современный российский, неважно, да? Неважно, да. А, соответственно, женщины какого возраста могут подойти, претендовать будущие пенсионерки или уже получающие пенсию? Ну, конечно, подходят к нам граждане, которые получают пенсию, это получатели пенсии по старости и по инвалидности, без ограничения какими-либо возрастными критериями. Ну, и, как я уже сказала, перерасчет можно произвести либо папе, либо маме. Ну, как правило, это, конечно, бывает мама. А многофункциональный центр МФЦ предоставляет такую услугу, как прием документов на перерасчет пенсии? Да, вот многофункциональный центр тоже сейчас нам оказывает большую помощь, у нас с ними заключено соглашение, и через МФЦ тоже можно подать заявление на перерасчет, представить вот тот пакет документов, который я назвала. Специалисты сделают копии из документов, примут заявление, и все эти документы передаются в пенсионный фонд, где, соответственно, производится перерасчет пенсии. И, вот, например, в городе Ижевске ежедневно до 450 заявлений принимают у нас МФЦ на перерасчет. А в каких цифрах в среднем измеряется добавка к пенсии? Все-таки, чтобы какой-то пример был в абсолютных цифрах, да, и не всем выгодно переходить на перерасчет. Ну, напомню, что вот за периоды ухода начисляются баллы в следующем порядке. Если это первый ребенок, то за один год ухода начисляется 1,8 балла. За полтора года, соответственно, 2,7. Если это второй ребенок, то 3,6 балла. За полтора года это 5,4. Если это третий и четвертый ребенок, то 5,4 за один год ухода и 8,1 балла – это за полтора года. То есть максимум – это можем мы учесть четверых детей и период не более шести лет. В баллах это выражается 24,3. Стоимость пенсионного коэффициента на сегодняшний день составляет 78 рублей 58 копеек. Вот. Но следует отметить, что вот такой перерасчет, он производится индивидуально по каждому пенсионеру и зависит от многих параметров. То есть от стажа, от заработной платы, от количества детей, от года рождения детей, также от продолжительности периода ухода. И поэтому добавка, она строго индивидуальна. Кому в первую очередь выгоден такой перерасчет? В первую очередь выгоден перерасчет тем гражданам, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года. Получатели пенсии по старости и по инвалидности. Значит, также перерасчет выгоден тем пенсионерам, которые не работали и имели детей. То есть этот период работы у них не включен, а мы им засчитываем период ухода. Тем же, у кого это засчитано периодом работы, значит, мы рекомендуем подойти гражданам, у которых имеется двух и более детей и невысокая зарплата. То есть им выгодно учесть не страховой период, нежели период работы. Также выгоден такой перерасчет гражданам, которые, наоборот, имеют очень большой стаж работы, например, женщина больше 40 лет. Поскольку стаж свыше 40 лет, он не учитывается при расчете размера пенсии. И, соответственно, уже даются баллы за детьми, что позволяет увеличить расчет пенсии. Выгоден пенсионер и женщинам, которые родили детей в период учебы. Ну а не выгоден перерасчет тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015 года, потому что им уже при назначении выбирался выгодный вариант. Также маловероятна добавка тем, у кого один ребенок, у кого высокая зарплата и более двух детей. Ну и еще есть у нас пенсионеры, которые получают федеральную социальную доплату, не работающую пенсионеру. Вот у них может такая сложиться ситуация, когда в результате перерасчета размер пенсии увеличится, размер федеральной социальной доплаты уменьшится, а в общем размер пенсии не изменится. Поэтому вот им можно не торопиться с перерасчетом, а можно подойти попозже, когда уже вот эта волна обращений схлынет. Ну и вот по результатам проведенных перерасчетов мы проводили небольшую статистику. Средний размер увеличения от 20 рублей до 700 рублей, а у многодетных матерей может достигать и свыше 1000 рублей. Ну и конечно, если перерасчет будет невыгоден пенсионеру, никто производить не будет с тем, чтобы не уменьшить размер пенсии. Но все это индивидуально, да? Лучше обращаться. Это строго индивидуально, конечно, лучше обратиться. И вот тем категориям, которым невыгодно, может быть, стоит обратиться чуть-чуть позднее, чтобы не стоять в очереди. Но обязательно приходить в пенсионный фонд или проконсультироваться можно по телефону? Можно проконсультироваться по телефону горячей линии. Позвучите, пожалуйста. Телефон горячей линии отделения 400-123. Также, возможно, с тем, чтобы не стоять в очереди, записаться предварительно на прием на сайте ПФР. И благодаря этому подойти уже в назначенное время и дату. То есть это тоже очень хорошо, не стоять в очереди. Кроме того, можно подать заявление на перерасчет в электронном виде. Это в личном кабинете через единый портал государственных услуг. Но для этого необходимо иметь учетную запись. И что здесь неудобно, что в течение пяти рабочих дней все равно нужно будет в территориальный орган представить документы, подтверждающие рождение детей и достижение возраста полутора лет. Если такие документы не будут представлены, то заявление не рассматривается. Ну и если еще граждане не могут обратиться по состоянию здоровья, то возможно позвонить по телефону в территориальный орган ПФР по месту жительства, либо вот на телефон горячей линии, которую я назвала, и специалист выйдет на дом. Вот. Ну тут тоже обращаю внимание, что по данным других регионов имеют уже место мошенничество, когда ходят по домам граждане, представляясь сотрудниками ПФР и просят оказать и предлагают свои услуги по приему заявлений на перерасчет в каких-то своих преступных целях. Так вот я обращаю внимание, что наши сотрудники по своей инициативе не выходят на дом и никакие заявления на перерасчет не принимают. Поэтому будьте бдительны и даже при выезде специалиста на дом уточняйте фамилию того специалиста, который к вам придет. Елена Егоровна, я благодарю вас за полезную информацию, за ваше экспертное мнение. Телезрителям также спасибо за внимание и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин